Но она на сегодняшний день нереальна. Мы его даже не повезем в Екатеринбург, мы его убьем здесь, поверьте мне. Поверьте, общество должно дорасти до такого уровня высочайшего, чтобы доверить свою судьбу в руки одного человека. Примеры, как у нас есть хорошие, добрые, которые нас к этому подводят, так нужно действительно к этому стремиться, но для этого нужно дорасти. Мы расстратили этот доверие, верность Богу, верность тому. Поэтому это как бы должно сочетаться, верность Богу и воцерковление народа, и православная монархия. Не просто монархия, я только православную имею в виду монархию, потому что у нас другая монархия, это неизвестно, чем может закончиться. А должен ли православный человек быть монархистом? Нет, наверное, не должен быть, а зачем? Ну, я не совсем понимаю. То есть, имеется в виду, что уступать какие-то монархические общества. Просто должен быть православным. Я считаю, что вопрос не правильный. Он должен быть православным христианином, это точно. Будет ли он там монархистом или еще каким-то... Но он должен быть православным христианином. А из этого уже может вырасти нечто такое, которое способно будет постепенно как бы вырасти, чтобы все общество может поддержать эту идею возвращения к монархии. Далее. Противоречит ли монархия православию? Ну, как оно противоречит? Нет, оно не противоречит. Конечно, когда неудейский народ пришел к пророку Самойлу и сказал, «Мы не хотим больше теократии, богоправления. И помажь нам на царство... Вернее, мы хотим, чтобы у нас был правил нами монарх, то есть царь, один человек». На это пророк Самойлу, если вроде как бы недословно, но что-то в общем-то пересказывая, как бы на сути точно могу вам передать, он сказал, «Сегодня вы сделали великое зло в глазах Божьих». Вот что ответил пророк на просьбу людей. Их в один Бог. Они с ним общались, он им говорил, вступать на сражение с этим народом, который на пути их стал, или обойти их. «Идите, Готя предал их ваши руки». Они побеждали же. И наоборот, не трогайте их, оставьте. Возможно, в промысле Божьем этот народ должен на какую-то историю сыграть еще роль. Не знаю, но... И он сказал вот такую вещь, и он сказал. Но постепенно, конечно же, он и помазал им. Народ захотел, он помазал там Саула первым, и потом далее Давида. Но противоречное, не противоречное. Да нет, потому что у нас русская православия, она выросла на монархии. Она выросла на монархии. Видно, в русском православии она взрастила монархию, и так же тут все одно к одному. Далее тут такого... hail聖ина-соуле... и курида. И дошло. Изврата ничего не бесплатно. Отврата ничего не упор. И дошло, и дошло. Но когда я не очень взор. Продолжение следует...